Продолжение следует... МБО – Management by Objective. Мы поставили цель сбалансированной жизни. Итак, после постановки цели вам необходимо приступить ко второму этапу. Вы должны принять решение. Принять решение. Следующее, что вы должны осуществить, это стать уверенным. Вы не должны колебаться. Ваша вера должна быть твердой. Таким образом, самое важное – это принятие решения. Вы должны решить, что будете ведущим в своей жизни. После сегодняшней лекции вы должны уйти с мыслями, а надо попробовать начать бизнес с Атоми. Мне невероятно повезло, что я узнал о бизнесе Атоми. Я должен хотя бы раз попробовать. И только тогда я смогу жить в доме, в котором я действительно хочу жить. Жить с семьей счастливо. Приобрести машину для мужа. Классную машину. Попробовать улучшить положение мужа, чтобы он мог гордо расправить плечи перед семьей и друзьями. Я хочу, чтобы мои дети занимались делом, которое им действительно нравится. Поэтому я решила поговорить об этом дома. Дорогой, я поменяю твою машину. Как только я произнесла эти слова, супруг спросил. Дорогая, в каком странном месте ты побывала? Куда сходила эта женщина, что сейчас несет бессмыслицу? Ты слишком доверчивая, и тебя легко обвести вокруг пальца. Приди в себя. Вы не должны приходить в уныние, опускать плечи или неожиданно впадать в отчаяние. Именно поэтому не позволяйте другим управлять вами. Вы должны руководить окружающими, взяв на себя инициативу, основываясь на личных намерениях. Я собираюсь взять на себя инициативу и вести за собой окружающих меня людей. Вы должны с уверенностью принять это решение. Вы приняли это решение сейчас? Да. Поведете за собой людей? Да. Верно. Вы должны поступить именно так. Во-вторых, мыслите позитивно. Позитивное мышление – это не тогда, когда нас заставляют сделать то, что делать не следует. По сути, в мире существует все необходимое для того, чтобы все мы были успешными и богатыми. Именно по этой причине, именно сейчас, вы можете стать успешными, продемонстрировав свои способности. Так как все было создано, чтобы именно так и произошло. Так как вы сейчас услышали о предпринимательстве в Атоме, вам нужно всего лишь передать эту информацию. Попробуем заняться бизнесом в Атоме, посетим центр Атоме, попробуйте этот шампунь, попробуйте эту зубную пасту. Все, что вам необходимо, это открыть рот и говорить. Вам удастся продать пасту по доступной цене, просто поговорив с людьми. Есть только одна причина, по которой паста не продается, потому что я не открыл рот, чтобы рассказать о ней. Надо всего лишь начать говорить. Так ведь? Так. И в-третьих, готовность заплатить за результат своим трудом. Вы должны принять решение, что готовы. Например, крестьянин мысленно настроится на то, что соберет 10 мешков риса. Чтобы собрать 10 мешков риса, необходимо посадить рис. Летом необходимо убирать сорняки. Готовы ли вы платить своим трудом за сбор урожая осенью или нет? Готовы. Нет ни одного крестьянина, который намеревается собрать 10 мешков риса, но при этом бездельничая и развлекаясь ждет, когда рис сам попадет в амбар. Мы должны принять решение о том, что нужно оплатить результат своим трудом. Когда мы рассказываем об этом, существуют люди вокруг, уговаривающие не заниматься таким бизнесом. Не все будут покупать. Будут люди, не покупающие эту продукцию. Но даже если вы встречаете людей, не покупающих, вы времените сообщением с ними и перейдите к следующим. Мы постоянно общаемся. И люди, которые не казались вам потенциальными покупателями, будут приобретать продукцию. Именно такой человек может в итоге порекомендовать вас. Бывают случаи, когда при объяснении я испытываю неловкость и ошибаюсь. Просто дайте мне материалы. Дайте каталог. А у вас есть кто-нибудь, кто мог бы хорошо объяснить? Или дайте мне ссылку на сайт. Я ознакомлюсь с информацией самостоятельно. И после этого свяжусь с вами. Я изучил информацию и очень впечатлился. Что необходимо для того, чтобы заняться этим бизнесом? В конечном итоге, человек продолжает выяснять. Узнает о химе и химе. Говорит, в интернете я просмотрел различные статьи, опубликованные не и атомной энергией. Это поразило меня. Это продукт, который должен употреблять каждый. Это удивительный продукт. Каким образом я могу приобрести его? Я имею в виду то, что с самого дна могут подняться люди умнее, чем я. И на данный момент мы осознали, если заплатить трудом, то обязательно будут результаты. Необходимо принять решение о готовности заплатить эту цену. Теперь, когда мы приняли решение, нам необходимо приступить к этому делу серьезно. После необходимо составить список людей, которым вы планируете рассказать об этом бизнесе. И кому вы собираетесь предложить эту продукцию. Составьте список. Необходимо записать не только одного человека, о всех знакомых. Буквально всех вокруг. Я не пишу тех, кто может согласиться, и пишу тех, кто откажется, и этому есть причина. Это гласит так называемый закон Джимам. Итак, есть те, кто предполагает, что вокруг нет подходящих людей. Они говорят, что вокруг нет никого, с кем можно было бы вести бизнес. Просто напиши людей, которых ты знаешь, и скажи им, чем ты занимаешься. Я начал торговать косметикой. Я начал торговать моющими средствами. Так покупайте у меня моющие средства. Покупайте у меня косметику. У меня есть продукция для здорового питания. Дешевая и хорошая зубная паста. Вам необходимо, основываясь на данных, подготовить материал для продвижения ваших продуктов. Можно, конечно же, просто рассказать, а можно не рассказывать, сначала предположив, купит человек или же нет. Необходимо уметь прогнозировать. Прогноз – это юридический термин. Судья понимает, что человек вор, просто глядя на него. По словам прокурора и адвоката, он без сомнений совершил уголовное преступление. Поэтому, если вы сумели сделать прогноз, то вы, внимательно послушав аргументы адвоката, поймете, что человек взял большую взятку. Так вы можете принять решение на основе своего прогноза. Итак, не только тех, кто захочет, а всех, кого знаете. Необходимо регистрировать знакомых, а не только тех, которые будут заниматься этим. В таком случае, сколько человек вы знаете? По статистике, в среднем, каждый из нас знаком с 250 людьми. Каким образом ты знаком с 250 людьми? По крайней мере, 250 человек приходят на свадьбу. Вы знаете или не знаете людей, которые приходят на вашу свадьбу? Конечно, знаете. Даже если вы не знаете человека рядом с вами. О, кто это? Мы не знакомы? Даже если это такой человек, с кем вы особо не встречались и не дружите близко. Если вы сделаете только шаг, то можете завести знакомство и найти нужных людей. Итак, в среднем у каждого человека есть около 250 знакомых. Итак, разделим их на группы. Друзья из родного города, друзья из начальной школы, друзья из средней школы, из старшей и друзья из университета. Вот так пишем. Составляем также список соседей. Далее знакомых из общественных организаций, людей, с которыми ранее работали вместе. Если вы служили, запишите сослуживцев. Составляем такие списки. И в итоге, в любом случае, получится 250 человек. От того, насколько быстро вы проинформируете перечисленных 250 человек, будет зависеть успех или провал вашей деятельности. Некоторые из этих 250 человек не будут заинтересованы. Некоторые, возможно, не купят. Некоторые могут только пользоваться продукцией, но будут также те, которые проявят желание участвовать в этом бизнесе. Конечно, нам надо бы найти работу поближе к дому и работать там. Но возраст, когда можно было устроиться на работу, уже прошел. Чтобы начать какой-либо бизнес, необходим капитал, которого у меня нет. Если вы обладаете каким-либо навыком, то можно попытаться применить его, но таких навыков может и не быть. Нужно как-то жить. Но вокруг нас больше всего тех людей, у которых нет ни того, ни другого на самом деле. Как раз всем этим людям вы можете рассказать об этом потрясающем бизнесе Атоми. Вам не нужно обладать особыми навыками. Вам не нужен специальный капитал. Поскольку нет капитальных вложений, то вы не обанкротитесь, даже если не достигнете успеха. Так что вы можете стать успешным с пустыми руками, имея только желание. Каждый из нас может быть успешным. Необходимо только поделиться информацией об этом бизнесе с людьми, которые окружают вас. Все зависит от скорости подачи информации. В нашу основополагающую философию входит понятие «скорость» — «спид». В последнее время распространяется понятие «спид-менеджмент» — «скоростной менеджмент», и появляется все больше концепции скорости в сфере менеджмента. Понятие «скорости» в предпринимательстве обычно выглядит следующим образом. Есть труба «А» и труба «Б». Вода протекает отсюда. Вопрос. Откуда протекает наибольшее количество воды? Да. Вы увидите, что из трубы «Б» вытекает наибольшее количество воды. Если добавить скорость, то ситуация изменится. Отсюда вода льется, а тут только капает. Откуда протекает наибольшее количество воды? Из трубы «А» будет вытекать больше. Концепция данной скорости заключается в бизнес-администрировании. Диаметр канала подразумевает инвестиционную часть. Производительность можно увеличить за счет повышения скорости. И таким образом применяется концепция управления скоростью. Суперменеджмент или что-то в этом роде содержит множество концепций. Например, когда вы пьете чашку кофе, в стоимость данного кофе, помимо самого кофе, входят расходы на персонал заведения, где вы его пьете. От этого цена растет. Что такое несколько центов в секунду? Таким образом, я интерпретирую данную скорость с концепцией управления, которая экономит секунды. Понятие скорости, как мне кажется, не может существовать без времени, как мы только что видели. Таким образом, что означает данное время? Друзья, что такое время? Когда вы спрашиваете о времени, некоторые говорят, что время — это деньги. Есть также другие выражения. С течением времени деньги просто так не накапливаются в кармане. Итак, что такое время? В действительности, здесь время олицетворяет последовательность событий, иными словами, последовательное расположение событий, восприятие, какое из событий произошло раньше, а какое позже. Из этого следует, что время — это событие. Если вы хотите на практике управлять жизнью, то необходимо научиться управлять временем. Произнесите эти слова. Управление временем. В итоге, если мы правильно управляем временем, правильно управляем жизнью, то то, что нам необходимо, — это управлять событиями. Я возьму инициативу в свои руки, чтобы управлять событиями, происходящими вокруг меня. Для меня очень важно, чтобы мы занимались этим бизнесом. По какой причине? Это очень ценно, так как я могу сделать свою семью счастливой, и мы можем достичь успеха вместе с окружающими меня людьми. Мы осуществляем эту ценную работу, эти ценные события, и я запускаю цепь событий, рассказав об этом бизнесе 250 людям. Я осуществляю это, и некоторые из них за три месяца передают это еще 250 людям. Бывает так, что за один месяц достигают этого, привлекая людей к этому бизнесу по 10 человек в день. Итак, 10 человек в день, 25 дней. За один месяц мы рассказали об этом бизнесе 250 людям. Время было сокращено или нет? Было. Три месяца сокращено до одного. Но при этом не само время было ускорено, а именно события. Но некоторые люди выполняют это за 10 дней. Итак, в день вы можете рассказывать 25 людям. То есть за 10 дней вы достигнете цели в 250 человек. В этот момент появляется понятие «сила взрыва». Если сжимаются события, происходит взрыв. Если воду, воздух и масло оставить в положении покоя, то ничего не произойдет. Оно не сможет работать само. Однако если сжать воздух, что произойдет, если дополнительно сжать воздушным компрессором? Отсюда может исходить сила, двигающая поршень, приводящая в движение машину и насос. Теперь, если мы сжимаем масло, при этом применяя гидравлический насос, то гидравлическая система позволяет поднимать сотни тонн чрезвычайно тяжелой техники. Вот почему, если мы хотим проявить какую-либо силу к событиям в нашей жизни, мы не должны пускать все на самотек. Чтобы они происходили все сами по себе, когда придется. Мы должны те события, которые хотим осуществить в своей жизни, четко взять и расставить их друг за другом. В этом и заключается способ достижения успеха. Именно поэтому, сжимая события, из-за того, что события — это и есть время, мы сокращаем время. Time compression. Это означает, что вы должны пользоваться сокращенным временем. Итак, третьим пунктом мы составили списки. Теперь четвертое. надо звонить, делать телефонные звонки. Цель звонка не в том, чтобы поделиться информацией о бизнесе по телефону, а в том, чтобы назначить встречу и пригласить на встречу. Звонок — это приглашение. В случае звонков, очень важно установить план по количеству звонков в день и придерживаться его. Вопреки ожиданиям, некоторые люди предполагают, что их работа заключается в том, чтобы посещать центр Атоми. Приходя в центр, они проводят время за непринужденной беседой, а потом вспоминают об ужине и возвращаются домой. Однако, сколько звонков вы сделали сегодня? Возможно, ноль. Со многими ли вы встретились сегодня? Может, с парочкой? Итак, подводя итоги за месяц по количеству людей, с которыми вы позвонили, с которыми встретились за месяц, то их всего несколько. Но это люди, регулярно посещающие центр. В итоге время в центре — это безделье, а не рабочее время. Рабочее время — это время звонков, встреч, консультаций и самообразования. Вам элементарно. Необходимо научиться считать время. Ваше личное рабочее время. Если на протяжении двух или трех лет работать и день, и ночь, при этом зарабатывая 7,5 тысяч долларов, должен ли я выкладываться полностью на работе? Или не должен? Есть те, кто так и работает. Почему же вы не трудитесь так же, как они? Только по той причине, что я недостаточно верю, что смогу заработать деньги, работая, не покладая рук, и приобрести дом, который я нарисовал в своих мечтах. Но я не могу, потому что не работаю, не покладая рук. Если начать работать, не покладая рук, то можно добиться больше, чем предполагаешь. Почему? Из-за закона об эффекте увеличения. Наш разум приспособлен только к сложению. Наш мозг не способен выполнять умножение. Однажды роял-мастер Пак Джон Су сказала, «Мистер Пак, мне страшно получать деньги». «Почему?» «Я получаю 7,5 тысяч долларов в неделю». Я распечатывала банковскую книжку, и она печаталась, не прекращая. Я отошла, успела поговорить и встретиться с кем-то. Возвращаюсь, а чеки до сих пор печатаются, и мое сердце заколотилось. Разве я делала работу, которая стоит 7,5 тысяч долларов в неделю? Каким образом я получаю такие невероятные деньги? Я никогда ранее не получала такую большую сумму денег. Такое чувство было, что сотрудники компании ошиблись при выплате. Да, скорее всего, деньги вернутся на счет компании. Надо бы перевести средства на другой банковский счет как можно быстрее. Вот такой феномен. Как я могла предположить, что спустя 3 года буду получать 20-30 тысяч долларов в месяц? Но потому что она работала, веря в это, это стало возможным. Вера в то, что это случится, способствовала воплощению этого в реальность. Поэтому нам нужно не медлить, а действовать. Когда закипает вода, она достигает 100 градусов по Цельсию. Но достигая 50, 60, 90, 80, 90, 70, достигая данных градусов, закипает вода или нет? Я привел трех или четырех человек и подумал, что вложил в это немного усилий. Трое из четверых ушли, и у меня опустились руки. Тем не менее, однажды я пришел на семинар и принял решение сделать это. Рассказав нескольким людям, я заработал несколько сотен долларов и выполнял это снова и снова. Затем окружающие меня люди не решались выслушать меня, и я снова паник. Вы не сможете так расшевелить свое окружение. Вода начинает кипеть, когда температура 100 градусов и выше. Если вы желаете заставить двигаться окружающих вас людей, в первую очередь вы сами должны работать, не поклотая рук. Только ярко горя сам, вы сможете зажечь остальных. Зажгитесь желанием непременно добиться успеха. Если вы не горите желанием преуспеть, есть только одна причина. Пламя в вашем сердце гаснет. Я действительно хочу, чтобы моя жена была счастливой, и ради нее я должен стать успешным. Итак, следующее после звонков, пятое. После того, как мы пригласили людей, мы рассказываем о нашем бизнесе. Прежде всего, рассказываю информацию о компании, говорю об концепции компании, что представляет собой наша компания. Мы компания, которая производит продукцию, разработанную корейским НИИ атомной энергии, на заводе «Калмар» со столетней историей и реализует по доступным ценам. Атоми – это компания, которая продает люксовые товары по цене, доступной каждому в соответствии с политикой Мастижи. Держим в голове эту концепцию нашей компании. Второе – это умение представлять продукцию. Необходимо составить список товаров, о которых вы намерены рассказывать, о косметике, о зубной пасте, о хемохимии. Лучший способ – это составить речь длительностью в одну минуту, зафиксировать на листе бумаги и заучить. Если просто так говорить, это будет путанная болтовня. Лучше один раз написать, и не нужно слишком усложнять текст. Лучше всего записать несложными словами, которые вам знакомы. Именно таким способом необходимо организовать вашу речь. В-третьих, вам необходимо объяснить структуру бизнеса и систему вознаграждений. И в дополнение еще одно. Необходимо рассказать о видении компании. Концепция этого бизнеса заключается в том, что компания является доминирующей в сфере дистрибуции в Корее, а также выходит на рынки США, Японии, Канады, Мексики и Китая, стремясь завоевать мировой рынок. Это компания Atomi. Оправдывающее обстоятельство заключается в том, что компания реализует качественную продукцию по доступной цене. В этом и заключается концепция. Следующий, шестой пункт. После того, как вы рассказали о бизнесе, необходимо позаботиться о дальнейших действиях. Ведение клиента. Необходимо довести человека до конца. Ведение клиента заключается в подтверждении через повторный звонок в течение 48 часов после встречи. Ему продали продукт. Однако после этого могут возникнуть незначительные жалобы или недопонимания. В таком случае вы сможете решить проблему дополнительным разъяснением. Эта продукция не является широко известной, поскольку потребители не знакомы с данным брендом. Что-то может показаться непонятным до применения. Существует необходимость в разрешении незначительных недоразумений посредством одного звонка по телефону. Вопросы могут относиться не только к продукции, но и к бизнесу. Бывает, мы регистрируем человека, заполняем форму на него, записывая его в большую ветку. А потом на неделю пропал. В итоге звоним и слышим «Я рассказала мужу в тот же день». Он ответил, что занявшись атомием, я лишь мозоли натру на ногах. Так что лучше сидеть дома. Может быть и такое. Что произойдет, если оставить человека на неделю без внимания? Все силы угаснут, и вернуть его будет очень тяжело. Однако, если связаться с человеком в течение 48 часов, она скажет «Я была разочарована словами мужа вчера вечером». В таком случае мы можем немного побеседовать с ней, но через неделю или 10 дней она для себя уже все решит самостоятельно. Если она жутко расстроена, но у нее все еще остается желание попробовать, можно сказать, «Скоро твой муж должен выйти на пенсию». Не пора ли предпринять какие-то меры? «Иди и поинтересуйся у мужа. Сможет ли он продолжать обеспечивать вас после того, как выйдет на пенсию?» И скажи, что именно по этой причине ты планируешь заняться этим бизнесом. И после этого поговорите снова. Если вы так скажете ей, я сказал о мужу, он поразмышлял о будущем и паник. И сказал следующее, «Понятия не имею, дорогая. Ты сама знаешь, что делать. Тогда мы получаем одобрение и нового партнера в структуру». Поэтому нужно обязательно повторно связаться с человеком в течение 48 часов. Это называется «фоллоу-ап». Что такое фоллоу-ап? Вы должны заботиться о человеке, которого вы привлекли до тех пор, пока он не станет успешен. Каким образом мы это делаем? Если человек купил товар, его оставляют без внимания, пока продукт не кончился. Или если он начинает чуточку проявлять активность, а мы заняты построением другой ветки и оставляем его без внимания. Так ничего не выйдет. Не делайте различий между малой и большой веткой. Вы должны заботиться о достижении успеха вашего партнера больше, чем о собственном. поэтому если мы вовлекаем человека, мы должны вести его до конца и содействовать в достижении успеха. Следующий, седьмой пункт. Это консультирование. Консулинг. Нужно консультировать человека. Особенно, когда возникают трудности. В таком случае, с какими трудностями мы можем столкнуться, ведя бизнес с Атоми? Во-первых, встречаются те, кто утверждает, что вокруг них нет подходящих людей. Бывает такое. Встречаются со мной. Они говорят, мистер Пак, у меня нет никого, и просят помочь организовать встречи с людьми. Итак, в чем проблема таких людей, вокруг которых никого нет? Это в том, что они не составили себе список тех, кому можно было бы рассказать. В этом списке должны быть не те, кто мог бы заняться Атоми, а кто. Просто наши знакомые. У каждого человека есть 250 знакомых. Таким образом, вы знаете, что отвечать тем, кто говорит, что вокруг него нет никаких людей. Кто первым всплывает у вас в мыслях? Человек, обязанный добиться успеха? Человек, которому вы планируете поручить дело? Или человек, которого вы больше всего любите? Кто из них вызывает сожаление? Предположительно, у кого лучше всех получится? Вы можете задать такой вопрос. Необходимо отвечать или нет? Да. Допустим, есть Хон Гильдон. Записываем его имя. Вы же знаете номер телефона? Так, так, нарисовывается номер. Вы записываете номер телефона. Сколько лет этому человеку? Какой у него характер? Как он жил раньше? Чем занимался? Постепенно спрашивайте и все проясните. Итак, когда мы встречаемся с этим человеком, необходимо ли в первый раз принести с собой продукцию? Или прежде всего поделиться информацией о компании и системе доходов? Проявляете ли вы интерес к продукции? Или вы больше заинтересованы в собственном доходе? Если человек не проявляет интереса в ведении такого бизнеса, но у него есть деньги, он мог бы покупать продукцию, рекомендуем начать с продукции. В другой ситуации человек испытывает финансовые трудности и находится в поисках работы, а продукция на втором месте. А так как он в поисках работы, лучше начать с предоставлением информации о структуре доходов? В таком случае может лучше нанести совместный визит, или ты желаешь нанести визит самостоятельно и побеседовать? Лучше навестить и побеседовать, или лучше пригласить? Обсуждая это в таком порядке, постепенно, шаг за шагом, вы получите ответы на ваши вопросы. Потом необходимо отделиться от этого человека и составить собственный файл. Вам необходимо составить дневник консультаций. Таким образом, я контролирую связи каждого партнера систематически, шаг за шагом. Итак, вы можете записать содержание вашей консультации с данным собеседником. Если под моим руководством есть партнер без привлеченных людей, я начинаю расспрашивать о людях в его окружении. Вам необходимо провести анализ людей из его окружения и связей. Узнать его личных знакомых из окружения. Давайте все вместе повторим. Узнать его личных знакомых из окружения. Узнать о знакомых из окружения вашего партнера. Когда вы обращаетесь к вашему спонсору с просьбой организовать встречи с людьми, он, скорее всего, уже направил вам всех своих знакомых. Либо у него больше некого направлять к вам. Не может быть, чтобы он оставил без внимания кого-либо, если он занимается бизнесом. Так что бесполезно спрашивать каждый день, почему он не отправляет людей. Существует предел. Даже если спонсор направит вам людей, как много их будет. Однако же, если проанализировать окружение партнера, проанализировать связи этого окружения и дальше, вы также можете найти людей, окружающих его. Далее через этих людей найти еще других. Так можно продолжать довольно долго находить людей вокруг партнера. Так что вы можете элементарно записывать в блокноте контакты людей. И таким способом набирать и контролировать свою сеть знакомых. Бывают случаи, когда люди есть, но никто не регистрируется. Отсутствие регистрации. Причина заключается в том, что вы сами не до конца вникли в суть бизнеса и не объясняете стратегию в полном объеме. Также бывает, что после регистрации продукция не реализуется. Большая часть причин, по которым отсутствует реализация, заключается в том, что вы сами ее не используете. Вы не потребляете ее. Реализуя продукт, мы должны не только сообщать технические характеристики этого продукта, но и передавать собственные впечатления от его использования. Причина, по которой мы обычно не можем доступно донести информацию, заключается в том, что мы рассказываем о характеристиках продукта. Мы неверно информируем клиента. Не обязательно вначале рассказывать о их характеристиках. Говорят, что эта косметика в сто раз лучше других. Я поняла, что она действительно хорошая. Попробуй тоже. Она правда крутая. Если вы так скажете, то собеседник заинтересуется. Что, правда? Дай попробовать. Это происходит так. Итак, если мы сами пользуемся продукцией, то можем передать наши чувства и опыт другим. Теперь то же самое с хемохимом. Я стал регулярно принимать его. И до этого утром я просыпался с тяжестью в теле и усталостью. Но после применения хемохима у меня пропала утренняя усталость. Очевидно, что несмотря на более короткое время сна, организм укрепился. Если раньше я болел простудой и ОРВИ, то с хемохимом мой иммунитет укрепился, и я стал реже простужаться. Поэтому я сказал себе, о да, это действительно полезная для здоровья продукция, которую необходимо употреблять. Если я сам так впечатлен продукцией, при встрече с другими людьми важно то, как вы передаете информацию. Эти чувства можно передать словами «Попробуй, это правда супер!» Вот таким образом рассказывая, вы распространяете продукцию. Можно взять коробку хемохима и при встрече объяснить, какими качествами он обладает и что это вообще за продукция. Люди не могут быстро принять решение попробовать, потому что в таком случае вы не делитесь своими эмоциями. Так что описывая продукцию, говорите об особенностях и эффекте от применения. Эффект супер! Я почувствовал какое-то улучшение. В итоге люди покупают этот результат. Таким образом продажи происходят только тогда, когда вы сами действительно используете продукт на регулярной основе. Четвертое. Бывают люди утверждающие, что бизнес не растет, даже несмотря на то, что они способны и продажи продукта растут. Отсутствие роста. Причины две. Первое. Он не следует системе. Он действует самостоятельно, не участвуя в семинарах. Бизнес непременно растет, если посещать семинары. Это можно сравнить со следующим принципом. Вы берете магнит. Если вы прикрепите гвоздь к магниту, если магнит сильный, он притянет много гвоздей, но с нижней части гвозди будут падать. Если магнит слабый, то присоединится только несколько гвоздей. Что это значит? Это значит, что человек с сильным положением и большими способностями может добиться успеха, а человек без способностей не может. Тем не менее, система Атоми это способ, с помощью которого даже люди без способностей могут добиться стопроцентного успеха. Это значит, к примеру, эта доска является схемой рассадки. И я, приходя на семинар, занимаю одно из мест. Занять одно из мест значит, что я интересуюсь этой недорогой и качественной продукцией. Итак, вы заняли одно из мест. Я должен передать эту информацию людям, которые меня окружают, чтобы добиться успеха вокруг себя. Поэтому я приглашаю одних и других людей на семинар. В один момент к вам подходит незнакомый человек и говорит, я тоже слышал об этой продукции, мне тоже надо попробовать, поскольку продукция так хороша. Таким образом, этот человек также приглашает людей посетить семинар. Затем этот человек приходит на семинар, и тот человек тоже приходит на семинар. В таком случае, если появляются люди, я не привожу их к себе, а приглашаю занять место в зале. Люди занимают места тут и там. И таким образом, если они все привязаны к тому месту, где они находятся, вы приходите на семинар, а они уже здесь. И все участвуют в семинаре. Однако, если все присутствуют на семинаре, и все в одной структуре, получит ли этот человек вознаграждение или нет? Получит. Это и называется системой. Так что, даже если я обладаю слабыми местами, но если у меня есть силы держаться даже одному, если я стану пользователем и буду говорить окружающим, что эта продукция качественная и доступная, и что это действительно прибыльно, если мы просто откроем рот и расскажем нескольким людям об этом, даже если мы не имеем навыков управления большим бизнесом, даже если я не умею рассчитывать налоги, даже если я не могу заниматься доставкой товара, даже если я не умею управлять компьютерными системами, я просто использую товары и постоянно рассказываю об атоме другим людям и придерживаюсь этой системы. Люди ниже будут выполнять то же самое, и эта система создана для того, чтобы люди могли делать то же самое и добиваться успеха даже без способностей. Теперь, если вы таким образом участвуете в системе, ваша структура может расти. Тем не менее, другая причина отсутствия роста может быть в том, что бывают люди, продолжающие вытеснять людей своим недалеким мышлением. Лидер может сам этого не понимать, но окружающим видно, что в структуре есть человек, которого можно оставить в покое, но лидер без причины выгоняет его. Только с расширением границ мышления будет расти ваш бизнес, а из-за недалекого мышления бизнес часто не растет. Итак, причина недалекого мышления заключается в том, что человек слишком высокого о себе мнения, поэтому слышит это в свой адрес. Это бизнес смиренного служения другим. Быть руководителем центра это значит не править сидя в большом кресле, а обслуживать людей, которые приходят в центр. Позиция, определяющая, как лучше всего служить людям, это позиция спонсора и руководителя центра. Тогда я говорил так, но слышал в ответ, что они не служат руководителю центра. Есть люди, которые говорят мне так. Служить директору центра или нет решать вам. Но если директор центра не обслуживает вас, то вам придется служить в два раза больше. Так что посмотрите сначала на себя. Я должен служить людям вокруг меня. Это сетевой маркетинг. Держите свою гордость в разумных пределах. Это бизнес по зарабатыванию денег, а не по поиску славы. Это не бизнес по поиску должности или позиций. Но есть люди, находящиеся в поиске статуса. Встречаются дураки, которые делают ставки на свои ранги. Чтобы заработать деньги, создайте группу потребителей. Далее продажи будут расти месяц за месяцем. Мы должны тщательно составить группу потребителей, поэтому сделайте себе карту, создайте под собой организацию, увеличивайте продажи, заработайте мастерство, на визитке напишите, что вы директор. Если вы являетесь директором, то вы не можете работать на площадке и не можете даже быть продавцом. Такой тип людей обладает узким мышлением. Причина узкого мышления в том, что все происходит из-за того, что вы пытаетесь стать выше других. Поэтому вы наоборот должны быть ниже. Вы должны трибуне, так как отсюда хорошо видно зал. Но я усердно читаю лекции, чтобы служить вам прямо сейчас. Обычно руководители компании не держат часами микрофон, читая лекции. Обычно выходят с одним листком бумаги. Дорогие члены семьи Атоми. С таким поставленным голосом. Я надеюсь, что ваши семьи будут наполнены счастьем. Президент Пак Хан Гиль. И после просто уходят. Но когда я начинаю выходить на сцену и вот так выступать, люди вокруг меня говорят, Пак Хан Гиль, вы лучше всех это делаете. Владелец компании вызывает больше доверия, если он сам держит микрофон. К тому же делает это лучше, чем другие, так что вам стоит выйти. О, да? У меня хорошо получается? Окей, я сделаю это. Поэтому я с большим усердием выхожу и выступаю вот так. В любом случае, надо исправлять наше узкое мышление, с которым мы стремимся быть выше других. Никогда не возвышайте себя. Откажитесь от своей гордыни. Она вам не нужна. Всем вам наверняка неуютно, когда рядом с вами гордые люди. Некомфортно ведь. Да, бывают те, кто сразу рассказывает о том, кто они такие. Особенно у женщин удивительно сильное стремление к славе. Да, это женщины с сильным духом соперничества во всем соревнуются. Это не означает, что среди мужчин нет таких. Я призываю вас избавиться от гордыни. Я должен усердно работать в центре. Служить другим людям. Стать таким человеком. Тот, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Библия отчетливо это написана. Если ты преклонишься, другие поднимут тебя. Если есть в окружении человек, который собирает мусор, делает домашние дела, помогает другим, вы думаете про себя. Какой жалкий человек и игнорируете его? Или вы проявляете уважение к таким людям? Мы говорим, какой потрясающий человек, и тем самым возвышаем его. Мы должны принизить себя, преклониться до самого пола. Если кто-то что-то скажет, захочет наступить на вас, ответьте, наступай сколько хочешь, если тебе принесет эта радость, я преклонюсь. Вам ночничком на пол. И всегда надо уметь принять потерю. Вы должны быть в состоянии принять потерю. Вам необходимо знать, как смириться с потерей, чтобы не унывать. По какой причине люди расстраиваются? Расстраиваются так, как сталкиваются с потерями. Те, кто считает себя умными и думает, что никогда не столкнется с потерями, это скверные люди. Для окружающих они создают неудобства. вы должны стать человеком, умеющим столкнуться с потерями. Если все вокруг несут потери, вам комфортно или нет? Конечно, нет. Люди вокруг меня говорят, да, да, я возьму все на себя. Если вокруг есть люди, которые делают все так, я бы с удовольствием сделал то же самое. Я тоже мог бы. Поэтому вы должны вначале понести потери. Вы должны жить, зная и рассчитывая на 10-20% случаев, когда вы покупаете не то, что нужно. Вы сами проводите 100% исследование рынка и покупаете продукцию самого высокого качества по лучшей цене. Чтобы так сделать, это требует слишком много сил, верно? Поэтому когда вы что-то покупаете, вы можете купить что-то не то. Вы должны купить это, но покупаете другое. Тем не менее, да, если я что-то покупаю, есть шанс купить ерунду или потратить деньги. Несете потери на 10 или 20%. Я купил одежду, но она мне не нравится. Покупая несколько вещей сразу, что-то из этого вам не понравится. И если вы пропустите, это вам не будет так неприятно. Каждый раз, когда я покупаю не те вещи, я просто ношу их и раздражаюсь. Кто несет потери? Все это ваши потери. Поэтому мы должны научиться легко нести потери. Если так поработать над своим узким мышлением, то структура вырастет, не так ли? Так. Если вы потеряете все, вы обязательно получите прибыль. Так что никогда не пытайтесь победить своего партнера. Умные люди выясняют все по порядку. В этом случае так, в том случае так. Вы признаете, что здесь у вас есть проблемы? Сказав так собеседнику, вы склоните его. Он ничего не сможет ответить, а лишь гевнет головой. Но больше не придет. Это является проблемой. Очевидно, я прав, но человек ушел. Так я выиграл или проиграл? Это проигрыш. Так что не будьте слишком прямолинейны. Я говорил глупости, говорил несправедливо, и я проиграл. Очевидно, что я могу победить в бою, но в итоге я проиграю. Тогда этот человек чувствует радость от победы и остается. Если так складывается, в итоге и продажи есть, и в конце концов, кто выигрывает? Я побеждаю, я добиваюсь успеха. Вот почему нужно расширять границы мышления. Откройте свой разум и никогда не идите в атаку с партнером, проиграйте ему. И вот наконец последний, восьмой шаг. дублирование. Дубликейшн. Дубликат немного отличается от копии. Не копирование, а схожее воспроизведение. Мы же говорим клонирование овечки доли, а не копирование овечки. Поэтому это не копирование, а дублирование. Так в чем же разница между копированием и дублированием? Мы можем легко понять это через такой пример. К примеру, в гавани растет дерево. Если вы бы сделали такое же дерево это была бы его копия. Правильно? Если сделать из пластика. Но способ дублирования взять здесь семя, посадить семя в землю, и тогда прорастут семидоли, появится росточек, и в конце концов это дерево вырастет и получится таким же, как это. В таком случае это дублирование. Так вот, всем вам необходимо делать такое дублирование. Но есть много людей, которые пытаются копировать крупных лидеров. Они делают это из зависти. Если я буду водить Ауди, думаю, что тоже смогу пригласить много людей. Если я буду получать 30 тысяч долларов, я думаю, я также смогу набрать больше людей. Покупая еду в дорогом ресторане, сидя за рулем роскошного автомобиля, одевая модную одежду и тратя много денег. Есть люди, которые в итоге в долгах из-за этого. Не делайте так. Как же создается дубликат? Надо повторять шаги, с которых начинала империал мастер Пак Чон Су, которая сейчас ездит на Ауди. Она не начинала с Ауди. У нее не было денег. Она не знала об этом бизнесе, не знала его структуру. Я сказал ей идти с усердием продавать, усердно продавать и не терять деньги. Она пошла и с усердием занялась продажами. И пока все росли и поднимались до высоких уровней, она как продавец все продавала и продавала, не развиваясь. Рост по мастерству у нее затянулся, и она отставала. Она усердно продавала так больше полутора лет. И как-то раз я и говорю. Боже, ты все так и продаешь, как я тебе сказал однажды. Я сказал ей так. Я же говорю о том, чтобы строить структуру, управлять ей, приглашать потребителей на подобные семинары, чтобы они могли стать дистрибьюторами, могли звонить и привлекать. Что? Вам нужно было раньше мне сказать. С тех пор она начала приглашать людей на семинары и регистрировать дистрибьюторов. До этого все, что она делала, это продавало продукцию, но ее люди, которые продолжали использовать продукт в качестве потребителя и которые рекомендовали другим, покупая дешевле, как участники, среди них стало больше дистрибьюторов, чем среди тех, кто гнался за бизнесом. В итоге она позже других получила свое мастерство, но зато она сразу взлетела на самый вверх. Оказалось, что чем больше ваша группа потребителей и чем вы к ним ближе, тем быстрее вы можете подняться наверх. Итак, что вам сейчас нужно сделать, чтобы выйти на высокое мастерство? Усердно работать над созданием группы потребителей, продавая один товар, два товара, сделать так, чтобы все мои знакомые использовали именно этот товар, который я им продаю. И с этой мыслью упорно трудитесь, чтобы наработать потребителей. Легче ведь создать группу из ста потребителей, чем один бизнес. Тогда как владелец бизнеса приобретает и хранит при себе продукцию, потребитель пойдет и купит шампунь в тот же день, когда он закончится. И без зубной пасты человек ни дня не сможет. Если эти цифры увеличить до одной, двух и трех сотен человек, если люди продолжают рассказывать о продукции другим, то сразу появляется одна, две, три сотни потребителей. Затем у этих людей просто заканчивается зубная паста, и все они начинают использовать экономно. Но если всех этих людей объединить, наберется группа, которая будет приносить вам от полутора до трех тысяч долларов. Люди из вашей структуры увидят, сколько вы получаете, и тоже захотят быть называются главным принципом бизнеса. Так вот, то, что вы воспроизводите схожее, это не копирование, не попытка найти и подражать людям, которые хороши сейчас, а делать то, что они делали три года назад, и делать те же шаги на протяжении трех лет. Это дублирование, воспроизведение. Итак, для успешного дублирования нужен хороший оригинал. Если оригинал сделан хорошо, то и дубликат на основе него получится хорошим. Поэтому, если человек думает, ох, если все мои партнеры будут такими, как я, это будет проблемой, то у этого человека действительно проблемы. Не так ли? Но если вы думаете, я бы хотел, чтобы все наши партнеры были такими, как я, пробовать и использовать продукцию, усердно продавать ее, приглашать людей на семинары, тот, кто хочет быть похожим на меня, обязательно добьется успеха. Но если вы, глядя на себя, говорите, боже, если все наши партнеры будут такими, как я, это будет фиаско, я разорюсь, тогда что я должен изменить? Вы должны изменить оригинал. Вы и есть оригинал. Дубликат выходит таким же, как оригинал. Поэтому, только изменив себя, вы сможете изменить окружающих вас людей. Итак, я сегодня рассказал вам про восемь важных пунктов. Развивая свой бизнес в соответствии с этими восьмью пунктами, любой из вас сможет стать хорошим продавцом. создать группу потребителей, которая достигает 2,5 миллионов пиви каждые полмесяца, среди которых есть те, кто тоже усердно продает другим и повышает продажи. Любой из вас может сделать это и стать дистрибьютором со стабильным оборотом. В заключении я хотел бы пожелать, чтобы вы жили с надеждой вместе с Атоми и выразить благодарность. На этом все. Спасибо. Аплодисменты